Вторая номинация, да, у нас «Радио как жизнь». Третье место заняла публикация, которая, так вот, очень хитро рассказывая о радиослушателях, на самом деле показывает внутреннюю специфику радиослужбы. Наталья Ширяева, интернет-портал и русский бизнес КМРУ, город Тула. Публикация «Кто такие радиослушатели?». Да, мне говорят, что они приезжают. Второе место – это интервью с православным диджем, диджем православного радио, которое принадлежит Петербургской православной епархии. У парня в трудовой книжке должность написана как оператор прямого эфира, потому что на православных радиостанциях не существует диджеев. Нонна Ермилова, радиопортал РУ, Санкт-Петербург, публикация диджей «Ортодокс». Все приехали. Первое место, я считаю, что это просто скандал, потому что… Я могу сказать, что уже не очень долго мучились, выбирая между монахом и… Да вообще не мучилась на самом деле, потому что победила статья, которая… Собственно, тема, которая сейчас очень активно обсуждается. Это нишевое радио. Она такая вот… получилась такая пограничная статья. Но люди, о которых там написано, собственно, живут радио, и поэтому эта статья попала именно в эту номинацию «Радио как жизнь». То есть появилась эта публикация в России 30 лет назад. Герой этой статьи попал бы в тюрьму. И может быть даже и редактор, и автор. Дмитрий Рост, радиопортал РУ. Радио «Радуга» мы стоим особнячком город Москва. Я была сексуалистов, для бисексуалов, трансгендеров, элеспиенов. Для всех сексуальных меньшинств. Да. Как-то я сейчас буду здесь представлять все сексуальные меньшинства в своем лице. Смеяться, конечно, можно сколько угодно на самом деле, но тема действительно такая скандальная, и говорить об этом надо. И действительно очень приятно, что именно на фестивале ФНР эта демократическая тема заняла первое место. Спасибо большое. Хотел бы пожелать самому себе и всем здесь присутствующим не сдаваться, рисковать и не терять свои голоса в серой толпе других голос. Спасибо. Вы говорите, главное, вы пишите. Вы говорите, говорите с ошибками в эфире, а мы о вас напишем.